Всем здарова, с вами Эдвин и вы на канале Мысля Геймитса. Сегодня в этом видеоролике я хочу с вами продолжить эту рубрику с 300 долларов до 3000 долларов. Вот, потому что некоторые уже говорят, что как будто я про неё забыл. Нет, я не забыл. Вот, просто не происходило каких-то особых моментов, чтобы вам что-то показать или рассказать. Вот, но кое-что произошло, поэтому давайте перейдём к видеоролику. Поэтому погнали. Давайте зайдём на Binance. Здесь я торгую, так скажем. И что я вам хочу показать. Во-первых, также мы откроем с вами сразу CoinGecko. Вот, можем CoinMarketCap. Короче, смотрите. Мы, как вы все знаете, кто смотрел предыдущие видеоролики, я работаю с монетой Atom. Потому что у него происходят всякие там колыбания. Можно с ней играться, это продавать и покупать. Вот, как раз-таки. Сейчас Bitcoin стоит 69 тысяч. Но мы все тоже знаем, кто следит за, так скажем, биткоином. Ну, как минимум за ним хотя бы. Если посмотреть, то Bitcoin стоил примерно вот 60, 62 тысячи. Ну, 64, там 63. И вот на этом промежутке я закупился. Потом долго время ждал, ждал, ждал. Он опять меньше, меньше, меньше. Потом бац! 72 тысячи. Вот. К чему это я говорю? То, что если мы наберем сейчас монету Atom. Если мы наберем монету Atom и посмотрим курс, то мы можем посмотреть, что немножечко курс повлиял, так скажем, биткоином на Atom. Вот, если поставить за 7 дней. Тут такие, ну, курс такой держался, держался. 58 тысяч. Ой, 58 тысяч. 4 доллара 58 центов. И бам! Пошла, короче, вниз. Поехала. Вот. Люди начали все, короче, продавать. Продавать, продавать. И вот Atom сейчас 4 доллара 16 центов. И я вовремя, короче, закупился. Я, когда это монета стоило, что-то там, сейчас скажу, 4,47 вроде, 4,6. Ну, где-то вот тут, короче, когда она стоила, 4,7-4,6, я ее продал. Потому что в тот раз до этой продажи я закупался примерно, вот, да, вот, 4,3-4,4,3, я помню, закупался. Я продал за 4,6. Вот. И потом, когда произошел вот этот спад, я долго ждал. Я же продал монету, как бы, да, заработал. Ну, я хочу еще на колобане вот этим вот поиграться. Я, короче, захожу, смотрю, монета стоила 4,2. Я ее купил по 4,2. 2,7 октября я покупал. Вот. 13 штучек. Почему 13, если у меня баланс минус 4? Я продал не все монеты вот в этом вот промежутке. Я продал на 150 долларов, короче. Я вот выбрал там 150 долларов. Все продавать не хотелось, потому что вдруг монета выше еще пойдет. В итоге, короче, я продал не все. И потом не заметил вот этот вот резкий рывок почти до 5. Вот. И он резко, короче, начал падать. Вот. И я потом просто ждал, когда монета упадет. И я закуплю еще на 150 долларов, которые я продал. Вот. Мог бы все свои, короче, монеты продать. Но я прям точно не знал, что будет стоить, ну, почти 5 долларов. Также, если мы вместе с вами зайдем на CoinMarketCap и посмотрим в избранные, я смотрю очень, ну, разные монеты как бы. За всеми слежу, которые более-менее так играются. Но, реально, из этих всех монет играется только Atom. Прям хорошо так играется. Остальные просто очень медленно либо поднимаются, либо очень медленно спускаются. Поэтому с ними даже как-то работать не хочется. Вот Atom, что, вот. Поднялся, упал. Поднялся, упал. Постоянно так. Вот можно купил, продал, купил, продал. Вот. Если что, здесь у меня докс еще лежит. Не обращайте внимания. Тут 30 на 34 доллара. Вот. 393 доллара, это я заработал именно на вот трейдинге. Также, между делом, хочу вместе с вами, чтобы мы забрали, короче, FlareDrop и также проценты, которые заработал за стейкинг в системе Flare. Вот. Поэтому мы находимся сейчас на официальном сайте Token Management Flare. Flare, вернее. Вот. И здесь получается, что, ну, подключаем наш кошелек. Он у меня уже подключен. Вот. Кому я делегировал свои монеты двум валидаторам. Тут слева забирать просто процент то, что я делегировал, а тут просто забираем FlareDrop. Каждый месяц сдается в дополнительные там монеты. Может 150 штучек, может, может 50 штучек. Короче, всегда по-разному. Начнем с левой. Тут мы, получается, вот так, клеим. Убираем галочку. То есть мы забираем отсюда и отсюда. И сразу заворачиваем их в, так скажем, в работу. Вот. Для этого нам нужно сейчас будет все это дело подтвердить. Так, так же надо будет разблокировать нам Ledger. Сейчас я это как раз таки буду и делать. Уже делаю. Разблокируем Ledger. Но у меня привязка, поэтому без Ledger не могу ничего подтвердить. Так, так же открывать... Открыть нужно Ethereum. Открываем Ethereum. Нажимаем подтвердить. Я сижу, думаю, почему я не могу подтвердить. Захожу я, значит, в Ledger. Нажимаю там уведомление. Вижу вот такое вот уведомление со 2 ноября. Что временно приостановлен доступ к OneInch, к приложению Ledger.Live в качестве меры безопасности. Нажимаю подробнее, перехожу на их Twitter. И можно вот тут прочитать, что происходит. Короче, с 30 октября, с такого-то времени по такое-то время, по центрально-европейскому времени, пользователи OneInch, Depp, могли столкнуться с вредоносным запросом на подключение и подпись кошелька, который позволяет злоумышленнику слить средства пользователя. Пострадало только веб-приложение OneInch, кошелька OneInch, API и протоколы не были скомпрометированы. Короче, то есть сейчас это все временно приостановлено, потому что и тут внизу еще было написано, тоже я переводил. Короче, если у вас есть какие-то жалобы, что с вашего что-то пропали деньги вдруг, или что-то случилось, короче, обращайтесь в ERC20. Вот такая-то ссылка. Короче, оставляйте заявление. Мы там типа вам все решим. Вот, я еще сижу, думаю, что так не работает. Вот, короче, сейчас пока что все приостановили. Поэтому можно на этом ролик заканчивать. Как эта вся тема закончится, вместе с вами заберем все вознаграждения, которые можно. Поэтому на этом все. Подписывайтесь на мой YouTube, Telegram канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok